Вот в Донецке ты, Гена, был? Так, нет, не был ни разу. А в Азове? В Азове я очень часто бывал, потому что раньше работал там. Ну не обо мне же сейчас, правильно? Мы про Азов будем говорить. Про азовчанина, про человека, который смог всю страну вести в ступор, потому что обыграл Васю Армана. Вот давайте сейчас не Васю, а Васю Армана. Это очень известный, умный человек, а у нас не менее умный Алексей Прохин на связи сейчас. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Ну давайте полное представление Алексея я озвучу. Участник программы «Своя игра» эрудит. Вот такая вот у нас есть замечательная информация такая о Вас, Алексей. Начнем с простого. «Своя игра» — это то, к чему Вы, скажем так, подходили плавно, или Вас случайно позвали оттуда? Как попали? Расскажите. Я туда заявился, потому что увидел, что вопросы, которые там задают, я на них большинство отвечают, практически на все. Это было в 97-м году. И с тех пор, поскольку я тогда хорошо сыграл, то с тех пор постоянно заявляюсь, и меня приглашают периодически. То есть, получается, Алексей, у Вас началось все достаточно тривиально. Вы смотрели телевизор и отвечали на вопросы. Но справедливости ради я хочу отметить, что в коллекции Алексея более 80 медалей и кубков за различные интеллектуальные фестивали. Где участвовали еще? Ну, то есть, уже после того, как я участвовал в телевизионных съемках, я вошел в движение интеллектуальных игр спортивных. То есть, в основном, это спортивное что, где, когда. У нас в Ростове есть клуб, где есть команды, которые играют что, где, когда. Алексей, скажите, вы говорите, в 97-м году впервые это произошло, и вот сейчас 2021, то есть 24 года прошло. Вы вот того самого Вассермана впервые обыграли, или были уже случаи, когда моменты эти в вашей жизни уже случались, когда вы обыграли самого Вассермана? Именно Вассермана я с телевизором встречался в первый раз. Были другие сильные игроки, кого-то я обыгрывал, а кого-то нет. Мы, на самом деле, наверное, делаем акцент на Вассермане зря. То есть, есть игроки, победы над которыми вы гордитесь больше, или все-таки мы не случайно вот такой акцент делаем? Ивана Симушина обыграть два года назад было сложнее. Вот так заявление от Алексея. Алексей, остался еще хоть один человек на планете, который вам пока еще не покорился, и которого все-таки вы должны обыграть? Таких есть несколько. В том числе есть люди, которые все-таки посильнее меня, ну, скажем, они знают столько же, сколько я, но у них быстрее получается нажимать на кнопку. Алексей, что нужно сделать для того, чтобы развить свой интеллект до такого уровня, ну, хотя бы немножечко, чтобы приблизиться к вам? Ну, как вы это делаете? Мечты, мечты, Ирина. Ну, читать, читать с самого детства побольше интересных книг, которые вам интересны, научно-популярных. Ну, какая литература, допустим, у вас фаворит абсолютный? Ну, я с детства люблю научную фантастику. Она не сильно помогает мне в телевизиональных играх, но я ее очень люблю. Вообще справедливости радио стоит заметить, что Алексей-то с самого детства уже поражал. Вот, допустим, вот есть у нас информация, что алфавит вы выучили в один год девять месяцев, читать начали в четыре года. То есть такая тяга не просто к знаниям, а к постижению чего-то раньше остальных, она у вас с самого детства. И в 97-м году произошел закономерный итог, то есть то, что вы попали. Или все-таки для вас это был какой-то такой шок, и вы думаете, ничего себе, наконец-таки. Нет, шока мне было. Я был уверен, что я достаточно много знаю, чтобы меня пригласили. Собственно, меня пригласили сначала на очный отбор, просто без камеры. Если бы я там плохо сыграл, дальше бы я не пошел. Но я поскольку сыграл хорошо. Я не помню вообще, что у меня было в 97-м году. Алексей помнит такие подробности по поводу того, как его пригласили. А мне вообще было всего-навсего 7 лет. Алексей, в год и девять вы выучили алфавит. Это было вот ваше желание? Или все-таки здесь руку приложили родители, которые говорили, «Лешенька, сиди, учись, будешь умным мальчиком, когда-нибудь Вассермана обыграешь?» Я помню это только по рассказам родителей, но поскольку они говорят, что я сам показывал на букву, и ты требовал показать, что это такое. Врожденное, получается, у вас уже было? Да. Врожденная тяга к знаниям, ну и, пожалуй, уникальный человек, который проживает здесь у нас в Ростове-на-Дону. Гордость Донского региона. В Азове. Ой, в Азове, простите, пожалуйста. Алексей Прохин эрудит участник программы «Своя игра», который не так давно обыграл самого Анатолия Вассермана. Ну, как оказалось, так себе достижения были гораздо более значимые победы. Нет, почему? Это достаточно хорошее. В принципе, обыграть любого участника «Золотой девятки» – это достаточно достижения. Все-таки играют три человека, побеждает один. Алексей, желаем, чтобы таких достаточных достижений в вашей жизни было как можно больше. Побеждайте, завоевывайте, ну и приходите к нам еще в гости. Вам прекрасного настроения и отличного дня. Спасибо.